Седьмое августа 1943 года. Седьмое августа. Но советские воины смело прокладывали путь на запад. 25 сентября освобожден Смоленск. Советские войска устремились к границе Белоруссии. Освобождение пришло на многострадальную белорусскую землю. Летом и осенью 1943 года Красная Армия развернула наступление от Великих Луг до Черного моря. Фашистским войскам нанесен удар под Харьковом. Красная Армия с боями шла по левобережной Украине. Фашистские войска были не в силах остановить ее. Гитлеровское командование надеялось на естественный рубеж Днепр и мощное укрепление его правого берега. Но никакие преграды не могли сломить наступательный порыв советских солдат и офицеров. Днепр форсировали сходу сразу во многих местах. С боями выбивали гитлеровцев с правого берега, захватывали плацдармы, удерживали их любой ценой. Вместе с советскими воинами шли в бой солдаты Чехословацкой бригады во главе с Людвигом Свободой. Началось наступление на Киев. Ураганный артиллерийский огонь подавил врага. На рассвете 6 ноября древний Киев предстал перед бойцами в трагической, грозной славе своей. Отступая, вы должны оставить русским тотально сожженную и разрушенную страну, приказывал Гиммлер. Какой мера измерить горе, кровь, потери нашего народа? Гнев и боль полнили сердца бойцов. Они шли вперед, освобождая родину от фашистских захватчиков. Высажен десант в Новороссийском порту. Несколько дней идут уличные бои. И вот Новороссийск освобожден. А 10 октября полностью очищен от врага Таманский полуостров. Редактор субтитров А.Семкин